Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова! Меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео у нас будет распаковка и примерка одежды с сайта Шейн. Мне кажется, нет такого человека, который бы не слышал об этом сайте, потому что это один из самых огромных популярных сайтов на данный момент. Все то, что я купила, это больше как летнее. Я ничего не покупала себе на лето, в плане чего-то такого модного, стильного. И как раз-таки потому, что я ничего долго не покупала, я все-таки подошла к этому ответственно и заказала одежду на, по-моему, 400 с лишним долларов. Мне кажется, если бы я покупала все это в Zara, мне бы обошлось бы это в 2 или в 3 раза дороже. Когда я покупаю что-то с онлайн-сайтов, я всегда стараюсь сделать это капсульным. Это значит то, что я всегда стараюсь, чтобы все то, что я приобрела, одно между собой подходило по стилю, либо по цвету и так далее. Кстати, ребят, сегодня я снимаю на свою новую камеру Sony ECV1, по-моему, называется, Наталья. Это моя первая камера Sony, камера для влогов, она более компактная, в разы компактнее, чем моя Canon с большим объективом. Скажите мне, насколько хорошо качество или нет? Мне кажется, оно отлично, да? Да, я перестаю болтать, мне будет очень приятно, если вы поставите лайк под этим видео, ставите комментарий. Это, кстати, не то, что я обычно снимаю. Я знаю, что мой контент обычно это макияж, косметика, бьюти. Но иногда, мне кажется, это очень классная идея сделать контент не таким однообразным. Поэтому дайте мне знать, насколько вам нравится такого рода контент. И давайте уже приступим. Поехали. Сейчас, если вы заметили, ребят, я опять снимаю со своей обычной камерой, со своим привычным объективом. И перед тем, как мы начнем, я хочу сказать вам свои параметры. Я напишу их вот здесь. Я достаточно маленькая, petite size, если можно так сказать. И поэтому у меня почти не кланевают вопросов с тем, какой размер заказывать. Обычно это XS. И давайте пока поговорим о первом платье, которое я сейчас покажу вам, как на мне смотрится. Это платье я заказала, потому что мне показалось оно очень романтичным и легким. То, что я бы носила и в пир и в мир, и в ресторан, и просто погулять. Материал полиэстер. То есть он чувствуется синтетическим, это определенно. Платье село очень хорошо. Оно село так, как я это и предполагала. И здесь мы видим подкладку, что здорово, это классно, когда подкладка в платье есть. Таким образом ничего там просвечивать не будет. Почему-то показалось, что это платье будет лучше смотреться, если я одену какую-нибудь платформу, небольшие туфельки, небольшую шпильку. Что, в принципе, я и сделала. И вот как раз-таки насчет туфель я заказала также две пары. И вот такие туфельки недового цвета я заказала. Мой план был заказать туфельки цветов, которые максимально будут подходить к любому моему луку. И в данном случае эти нюдовые, они отлично подошли. Стоили они 27 долларов. И у них большое количество цветов, выбора цветов на сайте. Я взяла цвет, который называется априкот. И это, кстати, один из самых популярных цветов на сайте. Заказала я размер 37. Это мой размер, который я обычно ношу. Подошли они, кстати, очень хорошо. Достаточно удобные. Но я не думаю, что я буду носить их куда-то на выход, где мне нужно, допустим, ходить очень долгое время. В ресторан, да, где-то посидеть, вот. А так, чтобы ходить на долгие прогулки, наверное, все-таки нет. Потому что они достаточно глубокие. И именно, наверное, из-за этого, я не знаю, видно ли вам или нет, но из-за этого, мне кажется, моя стопа не чувствует себя настолько комфортно, как если бы они были более узкими. Дайте мне знать, ребята, если вы заказывали обувь с сайта Shane. Прошло ли вам что-то или нет, будет очень интересно это узнать. Для нашего следующего лука я приобрела невероятно милый по цвету и по фасону также, хотел сказать, комбинезонное платье, но это платье. Невероятно милая расцветка. У меня такой расцветки в моем гардеробе точно нет. Это что-то такое девчачье. Я бы сказала, это слишком девчачье. То есть, мне кажется, не каждая девушка любит такой стиль. Это сто процентов. Я обожаю такой стиль, все такое милое. Материал чувствуется качественным, хоть мне пришлось его очень долго отпаривать вчера. Мне нравится, как оно смотрится и на модели, и как оно смотрится на мне. Мне кажется, тут все одинаково. То есть, я угадала и с размером. Опять же, это XS. И действительно, это то платье, которое я, опять же, я могу надеть его и на прогулку, и куда-то пойти встречаться с друзьями, в ресторан и так далее. И нам повезло. Это сто процентный хлопок. Я обожаю, когда одежда сто процентов хлопок. Ношение, вот вы не поверите, очень сложно купить что-то, что из натуральной ткани, а не из полиэстера. Например, полиэстера, там пруд-пруди. А вот пойди найти что-то хлопковое, это сложно. И поэтому, когда я всегда нахожу хлопок, я очень этому рада. И вот это как раз-таки тот момент. Это определенно тот стиль, который сейчас мне очень по душе. Я просто обожаю, когда я могу отрегулировать одежду в соответствии с тем, насколько мне нужно, чтобы что-то было длинным или коротким. Поэтому это круто. Это как раз-таки тот совет, как покупать одежду онлайн, чтобы она подходила. Это всегда брать что-то с лямочками, где вы можете регулировать длину топа или платья. И все-таки в этом платье есть один минус. Это то, что если даже у вас не такая большая грудь, как у меня, она, понятное дело, то этот разрез, он может, получается, делать так, что у вас будет виден бюстгальтер без лямы, который вы наклеили на вот эту зону. Поэтому я не знаю, может это у меня так только или это у всех, но в принципе на это платье 32 отзыва, что не так много, но это классно, что почти все из них это положительные отзывы. Поэтому я рада этой покупке 100%. И к этому платью я решила подобрать вот такие белые туфли на шпильке небольшой. И на эти туфли, кстати, знаете сколько отзывов? Почти 5000. То есть это невероятно круто. Вот таким образом выглядят эти туфли на шпильке. Шпилька, она на самом деле комфортная, хоть она, может, и не кажется комфортной. Вначале, когда я пробовала их в первый раз, меня немножко напрягло, что вот эта часть, она прям очень-очень широкая. Чем больше я в них ходила подумать, тем больше я понимала, что да, они достаточно комфортные все-таки. И, кстати, эти туфли фигурируют почти на каждой картинке в приложении Шейн. Они настолько универсальны, что подходят они ко всему. Я согласна с этим. Единственное, что бросается в глаза, это не совсем хорошо приклеенный вот этот вот слой кожан. Вот это бросается в глаза. Слышала туфли, вообще обувь любая из Шейн. Она служит достаточно долгое время, поэтому я надеюсь, что это как раз-таки тот случай. Для нашего следующего лука я взяла вот такой нереально красивый желтый сет. Что мне сразу же понравилось, это то, что материал этого сета это стопроцентный хлопок. Мы это любим. К сожалению, этот сет не прям очень сильно подошел мне, хоть это и самый маленький размер XS. Он не маломерит, он больше мерит. У меня стойкое ощущение, что я надела на себя размер M, а не XS. Сейчас я почему-то подумала, что если я постираю это пару раз и высушу в сушилке, то, возможно, он немножко сядет, что как раз-таки я и хочу. На модели этот сет смотрится шикарно, прям вау. Мне кажется, это фотошоп, потому что юбка, она ни разу не такая узкая на бедрах. Нет, она достаточно широкая в бедрах, поэтому это нужно иметь в виду. Из-за модели этот сет и многие покупают, потому что на ней он смотрится классно. Может, она немножко побольше, может, она немножко не такая худая, как я. Но самое главное, знаете, что цвет, он совпадает с цветом на картинке. То есть это действительно такой же цвет, как и на картинке, а именно цвет подсолнуха, я бы сказала. И я рада, что купила его. Правда, вот немножко печально, что он не сел на меня так, как я этого хотела. Далее, я взяла невероятной красоты платье. Я взяла его в розовом цвете. Конечно, не смогла отказаться от розового цвета, потому что я обожаю розовый цвет. Я скажу так, что это выглядит так, как и на картинке, то есть ни больше, ни меньше. В принципе, несмотря на то, что у меня нет большой груди, это смотрится органично на мне. И я взяла опять же самый маленький размер XS. Могу сказать, что это хорошее платье, которое стоит 15 долларов. Это, я бы сказала, хорошая цена для такого качества. Здесь еще, кстати, есть подкладка, что мы также безумно любим. Естественно, я советую вам носить это платье или вот платье такого типа с самоклеящимся бра. Потому что, ну, вы не хотите, чтобы были видны лямки на вас. Поэтому, да, мне понравилось это платье. Я определенно в предвкушении, опять же, выгулять его уже куда-то. И я, по-моему, надевала его с бежевыми своими туфельками. Мне кажется, это смотрелось очень хорошо. И для следующего лука я купила вот это платье, которое сейчас на мне. Супер базовое черное секси платье, но не слишком оно секси. То есть в нем комфортно, я бы сказала так. И на ноге есть разрез, который как раз-таки делает его таким интересным. Мне оно невероятно понравилось. Это то платье, которое заставляет себя чувствовать особенной, желанной, красивой. В общем, все в этом роде. Невероятно качественный и хороший материал. Я могу говорить о нем бесконечно. Настолько оно мне понравилось. Не зря на это платье в приложении Shane почти 5,5 тысяч отзывов. Это платье не 100% полиэстер. Иначе оно бы чувствовалось очень искусственно на коже. В этом платье есть 5% спандекса и 95% полиэстера. Но все равно, я не знаю, какой это, может, другой тип полиэстера. Оно не чувствуется искусственной ткани. Она чувствуется более люксовой, более роскошной. Определенно это то платье, которое 100% захочу надеть при первой же возможности, когда я куда-то пойду. Потому что оно просто шикарное. Это платье, кстати, в трех оттенках есть. И мне кажется, черный это самый такой классический, самый роскошно смотрящийся на любой девушке. Хотя мне кажется сейчас, что зеленый может тоже быть классно смотреться. Не зевайте, когда вы увидите это платье на сайте Shane или в приложении Shane. Оно реально стоит ваших денег. Поэтому, да, давайте перейдем к нашему следующему образу. И, конечно, бывают, знаете, такие покупки на Shane, когда вы уже что-то кидаете в карту, и вы думаете, что, наверное, это подойдет мне, наверное, это будет классно. Так вот, это случилось и со мной. Я увидела невероятно классно выглядящий набор, состоящий из байкерских шорт, ну, в смысле, шорт хлопковых. И также футболки оверсайз. Вот, и я не смогла просто пройти мимо этого набора. 6907 отзывов. Вау, это много. Первое, что я хочу сказать, это насколько мягкий хлопок в этом наборе. Мне очень-очень понравились шорты. Понравилось, как эти шорты сели на меня. Не слишком они маленькие, не слишком большие. Прямо то, что нужно. Я взяла размер XS. Если вы берете размер, допустим, даже XS, вы должны знать, что футболка, она будет оверсайз. У меня муж померил эту футболку, и она оказалась ему тоже как раз. Мне кажется, на хрупких девушках все, что оверсайз, смотрится женственно. Как-то это делает стиль интереснее, что ли. И мне понравилось, как эта футболка также смотрится вместе с этими лосинами, ну, или как, байкерскими шортами из хлопка. Красиво. Реально очень красиво, очень стильно. Цвет я взяла коричневый. Называется он Coffee Brown. Да, Coffee Brown. И мне показалось, что это такой, знаете, интересный, повседневный, базовый, но в то же время этот цвет, который привлекает, и он ко всему подойдет. Столько много цветов, из которых можно выбрать. Мне почему-то показалось, что самые яркие цвета могут смотреться не так дорого, да, как, допустим, более темные. Точно могу сказать, что я бы дала этому сету 10 из 10. Настолько он качественно ощущается в руках и качественно, вообще качественно сшит, я бы сказала так. За 17 долларов это очень-очень хорошее предложение. Честно, когда я получила эту посылку, я носила, не снимая этот сет. Настолько мне он понравился, и поэтому тут есть кошачьи волосы, вот. Это, знаете, тот самый набор, состоящий из шорт и футболки, который можно надеть хоть в ресторан, хоть на прогулку. Ну, то есть он очень универсальный, потому что он смотрится очень нейтрально. Вот, наверное, поэтому он будет хороший в пир и в мир. Опять же, супер-классная вещь, советую. Также я решила попробовать вот такую майку, то есть это кроп-топ, который завязывается у нас сзади. Изначально я не поняла, где он завязывается, но, в общем, потом я сообразила это. Я взяла, опять же, коричневый оттенок, и мне кажется, этот коричневый оттенок кофейный, он просто шикарно подошел к коричневым шортам из нашего предыдущего набора. Очень понравилось, как он сидит, как он смотрится. Очень чувствуется комфортно на коже, хоть это, опять же, и полиэстер с 5% спандекса. Это чувствуется хорошо на коже, не чувствуется, что это, знаете, какой-то супер-дешевый полиэстер. Нет. Знаете, сколько здесь отзывов на этот топ? 6641. Многим он понравился, я это вам скажу сразу. Очень советую. За 8 долларов. Почему нет? Ну, раз уже мы начали говорить о повседневной одежде, о шортах и сетах, я взяла вот такой сет, состоящий из шорт, вот такого красивого бежевого цвета, и вот такого мини-кроп-топа, я бы сказала так, 15 долларов. Честно, мне кажется, это тот самый базовый сет, который, в общем, можно куда угодно, опять же, одеть, но мне кажется, он будет гораздо лучше смотреться на прогулке почему-то в такой жаркий день. В этом сете, однако, целых 80% полиэстера и 20% хлопка. Ну, хоть хлопок есть, да, это уже радует, потому что, когда я помню, надела его в первый раз, или надела, надела, почувствовала, что нет такого ощущения натуральности в ткани, я бы сказала так, вот потому что он почти, ну, больше чем на половине состоит из полиэстера, это нужно иметь в виду, смотрится красиво. Тот самый обычный базовый сет, который можно надеть даже на прогулку с собакой или с детьми, поэтому я рада, и это, кстати, бежевый цвет самый популярный. Я довольна, что я купила его, потому что это база, база это то, что необходимо для создания более каких-то сложных образов, и что самое крутое, вот почему я обожаю покупать сеты, то потому что вы можете mix and match, то есть вы можете взять, допустим, шорты из этого сета и одеть их с, допустим, коричневой футболкой или коричневой майкой, то есть такие сеты, они очень хороши именно для таких целей, создавать более сложные образы, более интересные образы. Давайте сейчас поговорим о чем-то более интересном, а именно о платьях. Мы любим платья. Вот это то самое платье, над которым я думала долгое время, хочу ли я его или нет, потому что на картинке оно смотрелось очень интересно, такая, знаете, картинка в ретро-стиле, очень они красивый фильтр подобрали для этой модели, для этого платья. Честно, мне почему-то казалось, что это платье будет немножко другим, я не знаю, может быть, мне показалось, что материал будет более мягким, но меня оно привлекло. И это платье можно купить в трех размерах, я не знаю, были ли до этого размеры XS, но я взяла размер S, и на него мы видим 30 отзывов, стоит оно 23 доллара. И по материалу я не чувствую, что это какой-то натуральный материал, и я права, потому что это 97% полиэстер и 3% эластан. То есть, по сути, это полиэстеровое платье, и надо сказать, что оно чувствуется таким, когда оно касается вашей кожи, то есть... Не хочется, наверное, в нем, вот знаете, быть весь день, я бы сказала так, когда на улице очень жарко, вам, наверное, захочется что-то более легкое, чтобы было на вас, вот, а не это платье. Мне кажется, эта модель, она, конечно, уникальна и красива, но мне кажется, я все-таки бы его носила куда-то на выход, опять же, в ресторан, например, или на встречу с подружками. Мне кажется, если это будет очень жаркий день, то я просто в нем спарюсь. Но, однако, оно очень красиво смотрится, очень интересный дизайн, и мне кажется, если бы я купила такое платье в Заре, оно бы стоило, ну, может быть, долларов 50, может быть, тысячи три. Я определенно рада, что я взяла его, у меня нет разочарований, мне всегда нравится исследовать новые фасоны платьев, новые цвета. Мужу не понравился цвет, он сказал, что какой-то странный цвет. Мне кажется, ну, да, это такой цвет, не знаю, коричневый, да, это же коричневый цвет, бургунди. Бургунди цвет? Окей. Но лучше всего, конечно, будет его с туфлями, потому что таким образом оно не будет выглядеть как мешок, потому что я не очень высокая, и на мне все, что такое длинное, если я ношу это без каблуков, это не смотрится настолько красиво, как это смотрится на модели в приложении Shane. Поэтому, да, дайте мне знать, ребят, что вы думаете об этом платье. Следующее платье, это платье настоящего красного цвета, коего у меня еще не было в моем гардеробе, чему я очень рада, потому что это платье смотрится невероятно-невероятно мило, и это размер XS. Честно, это не чувствуется как размер XS, чувствуется больше как S, оно немножко свободное, но мне нравится, как оно смотрится. Это добавляет большое количество женственности, когда я в нем чувствую себя опять же желанной, и мне очень нравится фасон. Это тот фасон, который я не часто предпочитаю носить, просто потому что, я не знаю, думаю, что это слишком девчачье что-то, но именно поэтому классно иногда покупать что-то онлайн-источников, потому что ты не платишь такую большую сумму, как если бы ты пошла в Zara или куда-то еще, и ты можешь понять для себя вообще, идет ли этот фасон ли или нет. И это здорово, что теперь я понимаю, что мне кажется, мне нравится, как это смотрится. Опять же, на какое-нибудь романтическое свидание это платье очень будет хорошим вариантом, это 100%. Мне определенно нравится цвет этого платья, такой цвет любви, да, красный и фасон. Все нравится в этом платье, материалы тоже чувствуются очень дорогим. Я бы сказала что-то, что я бы могла купить опять же в Zara. И, естественно, украшением этого платья является, как оно смотрится сзади, очень невероятно красивый женственный такой вырез, супер классно, я не знаю, что сейчас сказать. За такую цену 19 долларов, мне кажется, качество, оно шикарное, и на это платье 333 отзыва. Далее, я не могу промолчать об этом платье, который сейчас на мне, я без ума от него, если честно. Не ожидала, что настолько мне подойдет по размеру, и вообще мне понравится фасон его, но это случилось, и я безумно рада, что я нашла его, потому что это платье, на минуточку, состоит из вискоза на 100%, и стоит всего лишь 18 долларов. Представлено оно в пяти цветах, я взяла мульти-колор, то есть разноцветное платье. У них также есть такое же платье в фиолетовом, синем и так далее. И, о боже, ребят, это платье сидит настолько потрясающе, настолько прекрасно. Ощущение, опять же, что у меня нет ничего на моей коже. Супер мягкое, очень хорошее качество, и он смотрится также очень секси, поэтому, если вы думаете, например, что надеть на ужин, например, на летний ужин на веранде, да, или на бранч, мне кажется, это платье то, что вам понравится 100%. И на минуточку на это платье целых 2128 отзывов, то есть оно, понятное дело, популярно, потому что люди смекнули, что оно суперкомфортно сидит, и один другому сказал, вот так вот набираются отзывы. И я взяла размер XS, естественно, идеально села, если бы это был S, я не думаю, что это бы сидело как в литое, так это сидело, вот именно XS размер, он сел прям как надо, мне очень нравится, поэтому советую вам определенно это платье. Следующее платье, на которое я подавала большие надежды, оно мне не совсем подошло, как мне кажется. Когда я увидела эту расцветку на сайте Шенни, такая, вау, как красиво это смотрится, это что-то уникальное, что-то интересное, да, но на деле оно, во-первых, слишком большое на мне, оно не смотрится как это платье, то есть это платье как будто бы, вот знаете, как влитой, опять же, это же как будто бы не S, а может быть M размер, но я была в шоке понять для себя, что вообще-то платье смотрится очень красиво, ткань смотрится не такой, мне кажется, она смотрится немного другой приложения, она смотрится как блестящий, ткань у этого платья, она не блестящая, даже близко нет, и я так понимаю, что, конечно же, материал это 100%, 65% хлопок, 35% полиэстер, но тоже неплохо. Конечно, можно, знаете, надеть какие-то потрясающие аксессуары, чтобы обыграть вот этот горошек, но я не знаю, возможно, я его куда-нибудь надзену, конечно, просто я думала, что это платье будет немножко по-другому на мне смотреться, иногда картинки могут быть обманчивы. Вижу русский отзыв, платье нормальное, на мой размер S еле влезло в него через голову, хоть есть замок и сбоку, в грудях и поясе широко, думаю, XS было бы хорошо. Опять русский отзыв, вроде нравится, но вроде далеко от фотографий, даже с учетом того, что я не модель с фото, как зря горошек великоват, то есть оно всем великовато. Ребята, знаете, если вы увидите это красивующее платье на сайте Shane, с таким красивущим бантиком сзади, знаете, его лучше не покупать. Дальше давайте поговорим о чем-то более приятном. Я была приятно удивлена, что юбка, которую я купила, с такого красивого материала, как шелк, действительно оказалась хорошей. Тадам! Вот так это выглядит. Это юбка, которую нужно крутить, вертеть и завязать на животе. И эта юбка является олицетворением того, что сайты типа Shane или там какие-то более дешевые бренды, они могут создавать хорошие продукты из хорошей ткани, но при этом не за такую большую цену. Эта юбка стоит 14 долларов. На эту юбку 842 отзыва, и я на самом деле рада, что я взяла именно ее, потому что до этого я смотрела видео одной девочки, она там спец по распаковкам с шеей, и она рекомендовала другую юбку. Короче, она была просто белая и длинная. Я подумала, что куда я буду только носить? Куда-то на вечеринку? Какие-то клубы нет. А вот это что-то, что я могу носить даже днем? Да, ее нужно отпаривать очень долго. Это немного привередливая ткань. Требуется чуть больше времени отпарить, и чтобы все выглядело красиво, как на картинке, что на картинке, она, понятное дело, на ней нет почти никаких складок. И, ребята, эта юбка смотрится шикарно. Вот честно, смотрится как дорогой материал, дорогой бренд какой-то. И эту юбку я решила померить вместе с топом, который я купила в кремовом цвете, в сейчас модном дизайне, который, получается, короче, где топ завязывается либо спереди, либо сзади. Красиво смотрится, очень мягкий материал. Мне кажется, это классно подходит к юбке. И это стопроцентный хлопок. Ура! Бинго! Базовый топ, который будет хорош и с шортами, и с джинсами, и с такого типа юбками, которые я сейчас только что показала вам. Поэтому, это база, и я люблю базовые вещи, потому что, опять же, я могу делать с ними гораздо более сложные образы, мне нравится это. Далее, и, конечно же, Шейн знаменит очень сильно не только одежда и обуви, но еще и с сумками. Если честно, там такое большое количество выбора сумок, что очень сложно бывает понять, вообще, что же ты хочешь, потому что ты кликаешь на одну картинку с одним фасоном сумки, и тебе тут же показывается 10 других фасонов сумки, которые просто одна крашит другой. Поэтому, когда ты делаешь шопинг на Шейн, нужно быть очень аккуратным, потому что велика вероятность, что ты купишь больше, чем тебе нужно, но у меня был план какой, что я хочу приобрести сумку белого, бежевого и черного цвета, чтобы это идеально смотрелось со всеми компонентами одежды, я, наверное, уже вам сказала об этом. И первая сумка, которую я взяла, это вот такая базовая белая сумка, стоила она 22 доллара, и она, кстати, идет вместе с такими жемчужинками, которых я забыла, я забыла прикрепить их, но, в общем, мне кажется, эта сумка, она действительно очень интересна, она актуальна, она такая как в минималистичном стиле, и это что-то, мне кажется, о чем будут спрашивать многие люди, типа, откуда у вас сумка, американцы любят спрашивать, так. Эта сумка, она более простая, она проще, чем остальные сумки, которые я купила, и которые я сейчас вам покажу. Эта сумка выглядит, мне кажется, более празднично, такая вот она маленькая, внутри она выглядит вот таким образом, ну, то есть, для телефона, это то, что нужно, ну, может, пудра, помада поместится туда. Прикольная сумка, мне нравится цвет, такой нежный, кремовый тенок, и мне очень нравится ручка, выглядит очень интересно, как-то по-другому, я бы сказала так, и да, мне кажется, сумка опять же подойдет абсолютно ко всему, особенно к каким-то таким темно-коричневым элементам одежды. И последняя сумка, которую я купила, я изначально хотела купить такую большую дутую сумку, но потом я подумала, а куда я с ней буду ходить? Я скорее все-таки не так часто ношу большие сумки, я предпочитаю что-то вроде такого, поэтому я поняла, окей, я хочу найти что-то похожее, но меньше, и вот я нашла это. Я точно знаю, в зале такие продаются, но в зале они стоят 50 долларов, ношения такие продаются в разы дешевле. Эта сумка стоит 23 доллара, и она продается в четырех оттенках, я взяла черный, самый популярный, кстати, на эту сумку почти 3000 отзывов. Честно скажу, она выглядит так же, как и на картинке, нравится, что здесь такая есть цепь, достаточно массивная, но, конечно, это не настоящая цепь, не чувствуется, так тяжелая, мне это нравится. И у этой сумки, наверное, один из самых больших отделов внутри, то есть тут есть замочек, куда можно положить косметику, например, телефон, там документы. Мне кажется, эта сумка больше всех остальных, которые я сегодня показывала вам, и закрывается она вот таким образом, поэтому, да, мне кажется, что черный смотрится наиболее интересно, и коричневый тоже дорого смотрится, очень прям, вау, посмотрите, это смотрится красиво, и она очень приятна на ощупь, кстати. Кстати, ребят, самое важное, потребовалось, наверное, пару дней, два дня, чтобы ушел весь этот запах от одежды, потому что, понятно дело, это все делается в Китае, да, и как бы это все имеет свои не очень приятные запахи, поэтому я всегда люблю, чтобы одежда полежала, это чтобы, ну, ее было хотя бы более-менее приятно, да, надевать на себя, поэтому это нужно иметь в виду, и я думаю, что на этом все, я думаю, что я вам показала все, что я купила, это был большой холл, я знаю, я знаю, что это не то, что я делаю обычно здесь на ютюбе, я обычно рассказываю о макияже, о косметике, в общем, если вам понравилось это видео, ребят, поставьте лайк, это будет очень классно, если вы поддержите меня лайком или комментарием, потому что я старалась для вас, и я хотела показать вам как можно больше того, чего я купила в одном видео, и оно, скорее всего, будет долгим, поэтому, да, надеюсь, я интересно рассказываю, надеюсь, это было приятно посмотреть на то, как я распаковываю одежду, и на то, как это смотрится на мне, поэтому, да, ребят, спасибо большое за просмотр, надеюсь, я вас вдохновила чем-то, и дайте мне знать, если вы хотите осенний холл, осеннюю распаковку одежды с шейн, потому что там столько всего есть интересного, еще раз спасибо большое за просмотр, ребят, я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, и я желаю вам много-много дней, когда вы будете осознавать, что вы выглядите шикарно, это должно быть каждый день, ваша Юля, не прощаюсь, всем пока!